На мои слова можно обращать внимание, а можно не обращать. Мобильные телефоны можете выключать, можете не выключать. На вашу смотреть. Ну или поставьте их на виброзвонок. Не поднять. Значит, нам очень приятно, что термин, название современная камерная песня, помимо нашего такого активного внедрения, сам по себе обрел самостоятельную жизнь и значится в рамках фестиваля «Петербургский аккорд». С чем вас всех и нас поздравляют. Термин возник в 93-м году. Что это такое, вы можете представить по участникам сегодняшнего концерта. Но в первую очередь причиной было то, чтобы как-то обозначиться в мире авторской песни. Например, приглашают, раньше как было, приглашают вас к концерту. Вы говорите, а какие песни вы поете? А я из современной камерной песни. Понятно, мы вас не приглашаем. Или наоборот приглашаем. Это чтобы было все ясно, понятно и определено. Кроме этого, вокруг мы не отделяем себя от авторской песни ни в коем разе. У нас оттуда ноги растут и все прочее. Но мы не бравируем этим, тем, что мы так назвались и кого-то собрали, пригласили под свое, если можно так сказать, крыло. Но это просто, чтобы было ясно, понятно, определено. Это первое. Расшифровать всех названий, то, что мы сюда вкладываем, я не буду тоже. О построении концерта. Конечно, можно было бы пригласить больше авторов в сегодняшний концерт, но мы решили придержаться той точки зрения, того видения, чтобы автор мог показать себя в полной, ну, насколько это возможно, в полной мере. Отсюда ограниченное количество участников. Так что я заранее прошу прощения. Или... Ну, я этим, собственно, все и объяснил. Девять человек. Мы даем каждому по 20 минут, поскольку фестивальный концерт, это концерт долгий, вы, наверное, привыкли к таким долгим концерту. Вот он будет продолжаться более трех часов. Перерыв мы сделаем. Наверное, вот порядок, который написала Лена Фролова, мы такой и оставим. На этой доске. И первым, первым, на эту сцену, хотелось бы пригласить предтечу, как мы считаем, учителя, друга Виктора Архидовича Луферова. АПЛОДИСМЕНТЫ Было бы и правильно, и неправильно сказать, что мы на его песнях выросли. Но этот человек для нас очень много значит, и мы не следуем его, мы не стараемся копировать его, повторять его, мы стараемся следовать его подходу, его посылу к сочинению и исполнению песен. Для нас, пожалуй, это я подчеркну, для нас главным считается не техника игры на гитаре, не правильное четкое голосоведение, не правильное ансамблевое пение, для нас главным считается посыл. И этому посылу, можно сказать, мы учились вот у этого человека, Виктор Архитович Улусеров. Спасибо.